Девочка-пай 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Девушка, поживем, ладно? Сейчас я бизнес налажу. Хозяйка, зараза, с квартиры, со съемной выкнула. Вот, ну, к тебе сразу. Я не пойму, ты что, серьезная, что ли? А что такое? Тиноль, ну, мы с тобой цивилизованные вроде люди. Так, все, все, хватит. Давайте, выметайтесь оба. Девушка, давайте на выход. Давайте, давайте, давайте. Иди, иди. Сейчас, я подойду. Ты только не нервничай, ладно? Угу. Тин, ну, зачем ты так? Думал, по-хорошему. Я прописан здесь, ты что? Забыла, что ли? Все по закону. И можешь на будущее, на пол, то на потише, ладно? Алиночка, вот сюда клади. Ага. Все как при мне. Ничего не меняло. Я спешу, вообще-то. Да, да, я понимаю. Телек заберу, а то Алинка любит смотреть там сериалы, киношки всякие. Ты, ты совсем обалдел, что ли? Злая такая стала? Что, совсем никого нет, да? Ну, в смысле мужика. Так, забирай давай свой телевизор, быстрее, а то сериал пропустишь. Не психой. О, видишь? Чем пуговицу перепутала. С Алинкой зарегистрировались, все законно у нас. А ты не думай там, если что. Поздравляю. Ладно. Потом заберу, когда ты уйдешь, чтоб спокойнее было. Пожрать захотелось. Ты супчики-то варишь, как раньше? Чего тебе сегодня? Так. Как? Леня, это мой кофе. О, супчик все-таки есть. Отлично. Это на обед. Алинка! Ой, ну чего тебе? Давай. Сделай мне что-нибудь поесть. Так. Ага. Тина. Эта. Синяя. Была синяя. Такая синяя. Сахарница синяя. Разбилась. Нехорошо. Мама покойная. Царствие небесное. Подарила. Ну ладно. Котлетки. М-м-м. А соль где? В магазине. Ага, уже. Уже побежал. Мамочки. Подождите. 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 Господи. Ну хорошо. День начался. Ничего не скажешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чуть, Вера. Тиночка. Все хорошо? Деточка. Ты знаешь, сердце прихватило. Прямо комом сжало. О, а где таблетки ваши? Давайте я принесу. Нет. Ты меня к медсестре отведи лучше. А то я боюсь. А сама я не дойду. Не дойду. Да, да, хорошо, конечно. Давайте потихоньку. Ой. Давление очень высокое. Теть Вера, ну я, пожалуй, пойду, ладно? А то детей за опоздание ругаю, а сама... Тиночка, посиди немножко. Хорошо. Пульс слабый. И с перебоями. Может, скорую вызовем? Не-не-не. Угольчик, сделай. Все пройдет. Да не первый же раз. Ну, тогда я точно пойду, ладно? Все будет хорошо. Вам сейчас полегчает. Да? Все. Бон джур… Бон джур! Бон джур! Асейву, асейву, наш Анфонон! Асейву! Так. Ну что, на чем мы с вами остановились? Существительное. Так? во французском языке различают только два рода существительных мужской и женский среднего рода у них нет мы же цивилизованные люди имею полное право лишь прописан здесь но ты что забыла что дина андреевна жеттекут сама парк на зонтон мантинон он вакориже ли двор «Venir au tableau» в Лапикова. Notre voyage était à la maison et cognitif. «Asseyez-vous, asseyez-vous, les enfants? Asseyez-vous, les enfants?» «Острая сердечная недостаточность». «Так, молодой человек, отойдите, не мешайте. Вы ее куда везете?» «В областную». «Нужно подтвердить инфаркт». «Время дорого». «Поехали». «Девушки, а вы собрались тут ночевать, да?» «До свидания». «До свидания». «Тянулин, ну серьезно, пойдем домой. Бросай свои переводы, всех денег все равно не заработаешь». «Угу. Ну и мечты на учительскую зарплату не воплатишь». «Это да». «Да и не хочется, честно говоря, домой. Ленечек вернулся». «Ты что, серьезно? А я тебе говорила, что он приползет назад». «Только он с той самой вернулся. Жить у меня собираются». «В смысле? Ну, я надеюсь, ты их пинком под зад?» «Ну, я попыталась, да». «И в чем проблема?» «В том, что я дура». «Развестись развелась, а выписать его забыла». «Офигеть! Ну, а эта что, продавщица которая?» «Ну, во-первых, она уже его жена. А во-вторых, еще и беременная». «Слушай, ты какой-то цирк, шепету. Что ты делать будешь?» «А что я могу сделать?» «Ладно, я пошла». «Орла». «Счастливо». «Алло». «Алло, Тинуль, привет, это я. Слушай, будешь идти домой, купи кислые капусты для Алинки. Я не успел, мебель пока переставлял». «Зачем ты переставлял мебель?» «Алинка захотела». «Так что с капустой-то? Где-то полкило». «Ничего я не буду покупать. У тебя вообще совесть есть?» «А при чем тут совесть? Так, Тинка, не вредничай. Представь себя на ее месте. Она же беременная. У тебя совесть». «Ой, извините, я думал, здесь нет уже никого. Мне убраться надо». «Вы кто?» «Сына Юрия Федоровна. Она заболела. Я вот помогаю». «Сорри». «Сорри. Не умеете, так не беритесь. Грязь только разводите. «А что такой тон? Я ж не специальный». «Нормальный тон. Тряпку лучше отжимайте. Толку от вас». «А вы, наверное, учительница, да? Повезло детям». «Хам». «Хамка». «Не день сегодня, а сумасшедший дом какой-то. «Яg». «Сorton» «Нормальный тон» «Нормальный частот уйдет! О, приветики! Я посуду завтра помою, устала. А ты чего такая надутая? Ну, я ж не виновата, что Леня тебя на меня променял. Значит, что-то в тебе не алло, подруга. Тапки отдай. Чего? Тапочки мои сними. Да, пожалуйста. Ты человек. Таusiка. Так. Ты. Хотя... Таи. 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 Зараз. Таи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Последнего лекарства у нас нет, мы давно его не получали. А что делать? Доктор говорит, это срочно нужно для мамы. Она в кардиологии. Я понимаю. Минуточку, я по базе проверю. Ага. На складе есть одна упаковка. Могу заказать на завтра. Давайте. Супер. Я тогда утром приеду. Хорошо. Да, мам. Купил, купил. Да сделаю уборку в школе. Сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕЛЕФОННЫ Темочка, сынок, что там у тебя за звуки? Что случилось? Молодой чувак, вы меня слышите? Почему ты молчишь? Господи, ужас какой. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Алло! Сыночек, ты почему молчишь? Алло! Сынок! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Что случилось? Тетя Вера умерла. Ночью сердце остановилось, из больницы позвонили и сказали. А сколько она в школе проработала? Лет сорок, да? Вроде того. Хорошая была женщина. Душевная. Пирожками всегда угощала. Ну что, давайте на веноку собирать от школы. Я закажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тино, что с тобой? Тетя Вера, когда ей плохо стало, просила меня с ней посидеть в медпункте, а я на урок торопилась, отмахнулась. А теперь ее нет. Это в голове не укладывается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какая авария? А Артемку-то ее сына машина сбила. Сколько она ему говорила об этом проклятом мотоцикле. Ей сообщили, что сынок в аварию попал. Вот сердце бедное и не выдержало. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девушка, вы почему без халата? Извините. Здрасте. Вы к кому? Э-э... Я... К Зарубину. Мне сказали, он в восьмой палате. Наконец-то Артем его кто-то посетил. Я – лечащий врач, Вадим Александрович. Первый секретарь. �торуя С agonide позошло. Утешить я вас, к сожалению, ничего не могу. У Артёма перелом бедра, большая кровопотеря и смещенные костные отломки. Самое неприятное – это серьёзная травма позвоночника и спинного мозга. Обычно такие травмы влекут за собой серьёзные последствия. Мы, конечно, будем делать всё, что в наших силах, но... Я здесь написал всё, что нужно Артёму. Кое-что из этого списка у нас есть, но при наших возможностях, сами понимаете. Я понимаю, но я вряд ли... Обычно родственники берут на себя львиную долю затрат. Да, но в том-то и дело, что я же... Вадим Александрович, Гущину с шестой плохо, давление падает. Сейчас иду. Простите, я, к сожалению, не могу вам гарантировать, что после такой травмы... Артём сможет самостоятельно передвигаться. В смысле, он совсем не сможет ходить? К сожалению, врачи не волшебники. КОНЕЦ 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 К вам девушка пришла. Симпатичная. Высокая, стройная. Она вам кто? Невеста. КОНЕЦ 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 Здравствуйте. Здрасте. Вы ко мне? Да, я... Яблоки вот... И подключаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Как вы себя чувствуете? КОНЕЦ Я учитель школы. Тина Андреевна, помните? Да я помню, вы еще на меня ругались. Извините, очень красиво тогда получилось, такой день был. А зачем пришли? Может, я могу что-то для вас сделать? Можете. Дайте, пожалуйста, телефон. Попробую с него позвонить, вдруг возьмут. Алло, Жанна, трубку не бросай, пожалуйста, это я. Я тебя очень люблю. Спасибо. Помогли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это не Артем. Здравствуйте, Жанна. Меня зовут Тина. Добрый день. Здравствуйте. Что вас интересует? Кольца, цепи, серьги, золото, платье на серебро. Нет-нет, спасибо. Мне нужна Жанна. Понятно. Всем нужна Жанна. Вон там она. Спасибо. А мне все подруги завидовали. До определенного периода. Еще бы. Протой программист. Еще и в Америку предложили поехать. Я с ним должна была лететь. Теперь все сорвалось. Где Америка, а где и я. Мне кажется, важно не где ты, а с кем. Ну, это как к кому. Мне, например, нравилось в Шихтенхаусе с видом на набережную. Артем снимал. Он вообще щедрый был. Не копил, не откладывал. Говорил, трать свое удовольствие. Да, ну, только почему же был? Он и сейчас есть. Ему, кстати, очень нужна поддержка. Всем нам что-то нужно от других. Кстати… Это что? Это вещи Артема. А мне они зачем? Передашь ему. Пропадут здесь. Жалко, там фирменные есть. Жанна, может, хватит болтать? Иди работать. Да, сейчас. Послушайте, у него кроме вас нет никого. А ты? Да я никто, я посторонняя. Ну, привет Артему. Посторонняя. Мне искренне его жаль. Да что же это… Да что же это… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Леня! Да вы что же это делаете, а? У вас вообще совести нет. О, явилась. Слышь, Лень, тут твоя пришла, права качает. А мы меняемся. С тебя и маленькой комнаты хватит. А нас двое. Скоро трое будет. А меня вы спросить не хотели, а? Что вы вообще творите, Леня? Быстро мои вещи обратно. Тинка, нельзя отказывать беременным. Правда? А что, что будет? Вши заведутся? Смешно. Тинка, нельзя сейчас нервировать Алимку и малявку. Не скандаль, пожалуйста. Я тебе не сказал? У нас мальчик будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не буду плакать, я не буду плакать. Лёня, ты опять эта старая? Сопьёшься ведь? Я с алкоголиком жить не буду! Ну какой алкоголик? Ну какой алкоголик? Прекрати, Лёва! И пилит, и пилит, и пилит, и пилит, и пилит, и пилит, и пилит. Я уже не могу. Ну понятно, замуж выходила за бизнесмена, а оказалась за безработного. Ну я что, виноват, что ли, на дворе кризис? Работу всегда найти можно, было без желания. Туда же, ну что, мне к грузчикам идти, что ли, работать? Я что, для того, что ли, диплом покупал? Всё, и деньги ведь на всё, всё. Деньги, деньги, деньги. Для беременных вещи специальные. Ананасы с креветками, давай, подавай. А для малого вещи. Ты знаешь, сколько они стоят? Вот эти вот. Тиночка, дай мне, пожалуйста, займы. Опять? Ну не у чужих же людей просить. Если честно, и не у кого. Я верну всё, клянусь, через месяц. Ну, максимум через два. Вы что, у меня ещё два месяца собираетесь жить? Ну, как-то так. Ну, бизнес наладится, сразу съедем. У меня планы, знаешь, какие? Я в банке хочу кредитную линию открыть. Мне уже назначили встречу там. Ну, вот тогда ананасы свои купишь. Стерва. Тина Андреевна, а вы были в Лувре? Нет, я еще не была, но вот на каникулах собираюсь. Что, правда? Возьмите и нас. Да, всех скажем, и все ваши дети. Мои хорошие, я бы с удовольствием. Я обещаю, я приеду и все, все вам расскажу, ладно? Лучше обещайте фотки выкладывать. Интересно же. В турагентстве сказали, что если мы оплатим заранее, то нам еще скидка светит. Представляешь, чем плохо? А на надежные-то агентства, моя соседка каждый год через них летает отдыхать. А вот на сэкономленные деньги мы с тобой обязательно куда-нибудь сходим. Например, Мон Мартр. Представляешь, ты и я, и Мон Мартр. Сейчас, прости. Алло. Да, Алла Петровна, рада вас слышать. Я поняла вас. Спасибо и вам удачного дня. Антошке привет. Репетиторство накрылось. Мальчик решил, что французский язык сейчас не в тренде. Ну ладно. У тебя их сколько еще осталось? Четыре? Семь. Тем более. Ну, скидка. Ну? Ну что, за этим порогом Парижево Мартр? Ну ладно, один раз живем. Здравствуйте. Здравствуйте. Радо, что вы вернулись. Присаживайтесь. Ну что, приступим? Вылет начала октября. Да? Угу. Семь дней. Да? Да. Хорошо. Прибытие в Париж. Трансфер в отель. Три-четыре звезды. Что выбираем? Три. Четыре. Собаску за один раз живем. Четыре. Хорошо, четыре. Хорошо. Четыре звезды. Итак. Три дня в Париже. Потом долина Луары. И экскурсия по замкам. О, боги-боги. Как же все успеть? Всего неделя. Хочется еще и в Ильзас, и в Виквитанию, и в Бургундию. Ну тогда берем десять. Каникулы всего неделя. Мальничный возьмем. Десять, пожалуйста. Да. Десять дней. Хорошо. Ой, а еще на море, лазурный берег, казино, ну, всякое такое. Можно подумать, у нас деньги есть на это казино. А сэкономили, наверное, авиаперелет. Значит так, давайте паспорта. Я оформляю договор, выписываю счет. И оплачиваете счет в конце зала, хорошо? Ты чего копаешься, ну? Извините, я... Не еду я никуда. Извините. Ты чего, сдурела? Что это было? Не могу поехать, Свет. Что значит не могу? Мы на эту поездку три года деньги собирали. Ты поезжай. Сама. Что значит сама поезжай? Может, ты хотя бы объяснишь мне? Ну и что это? Таблетки, рецепты. Ну и запах. Нормальный запах, больничный. А на меня больница, у меня та еще действует. И зачем тогда шла? Чтобы посмотреть на кого ты Париж променяла. Тебя, я не могу. Да, водитель. Здравствуйте, можно? Да, здравствуйте. Проходите. Вот, я все купила по списку. Как он? Мы делаем все возможное. Значит, надежда никакой. Нужны еще препараты? Вы что, издеваетесь? Она вам что, олигарх, что ли? Света, нет, ну серьезно. Вы знаете, сколько она эти деньги копила? Вы знаете, сколько зарабатывает школьный учитель? И теперь вместо Парижа она оплачивает счета незнакомого человека. Света, хватит. Послушайте, я не понимаю. Причем здесь Париж и олигархи? Я все куплю. Пойдем. До свидания. До свидания. Фух. Фух. Не забывайте, чаще проветривать помещение. Поговорили? Спит или делает вид. Не знаю. Не сложилось у нас общение с самого начала. Тина, вы простите, я не знал, что вы не родня. Вам не за что извиняться. Я знала его маму. Вы замечательный человек. Таких редко встречаешь. А вот ваша подруга... Что моя подруга? Мне показалось, она не очень вас поддержит. Света? Она просто меня защищает. Да нет, она вообще замечательная. Мало того, что красавица, умница, учитель. Потрясающе. Она еще детскому дому помогает, в котором выросла. И вообще... А то, что рубит с плеча. Ну, характер такой. Искренний. Так что вы просто ее не знаете. Я пойду. До свидания. Владимир Александрович, посмотрите, пожалуйста. Поступили два новых больных. Куда их определить? Во второе отделение. Тинули. Может, ты влюбилась в этого своего Артема? Угу. И платье выбрала. С кринолином. Ну, при чем тут это? Иногда достаточно нового взгляда, и все. Пропал человек. Не было никакого взгляда. Понятно? И вообще, я в это не верю. Мне что, 15? Ты знаешь, немножко больше, чем 15. А я верю. Если твой Артем так же хорош, как Джордж, охраня его господи к Луне, я бы все отдала, чтобы спасти любимого. Да не в этом дело. Просто он такой молодой и такой одинокий. Невеста бросила. Мать в каком-то смысле тоже. Ну, что же, его теперь на помойку? Неправильно это? Конечно, неправильно. Только Париж жалко. Париж. Париж не изменился. Парижа, лязды вошь по-прежнему, скажу тебе, квадратно. Река не потекла, еще обратно. Бульвар распай по-прежнему. Пригошь, не переживай, Свет, дождется нас Париж. Ну, чего ты? Чего? Ой, ладно, Тинка, прорвемся, взберемся, мы с тобой на эту чертову башню, выпьем там шампанское всем на зло. Вот. Она очень шатается, говорят. Да? О, и что новенького вычтил? Твой урод. Алло, алло, Тинка. Алинка родила мальчик, три восемьсот шестьдесят, пятьдесят три сантиметра. Представляешь? Поздравляю. Ну, сыночка, ну что ты? Сыночка, ну чего ты орешь? Спи давай. Ты можешь что-нибудь сделать? А то я сдохну от этого крика. Возьми и сам сделай. Я что могу сделать? Я в детях ничего не понимаю. А я понимаю? Ты мать. А ты отец. Лёня. Лёня. Лёня, ты куда? Лёня. Да никуда я и откуда. Подальше иду отсюда. Солочь, ну ты же хотел ребёнка. Да, вот успокоишь, я вернусь. Знаешь что, я вызову маму из деревни. Так, никакой деревни у меня в доме. Понятно? Алина, услышала меня? Не доставься. Дура я дура. Да куда мне ребёнок? Может, он мокрый? Может, он мокрый? Иду посмотрю. Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сделай мне, пожалуйста, тоже чай, ладно? Угу. Ой. Слушай, смотри. А кто это к нам приехал? На своём зелёном танке. Ого. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Светлана Ивановна, и кто это? Это наша знакомая светила медицины, которая, по-моему, подкатывает к Тиночке. Здравствуйте, доктор. Вадим. Вадим Александрович, да-да, я помню. Извините, пожалуйста, я сегодня вечером лекарства принесу, вчера не успела. Хорошо. Большое спасибо. Очень красивые. Это за моё доброе сердце? Нет, это не совсем. Я даже не знаю, как сказать. Это... Извините, пожалуйста, это очень неловко, простите. Извините ещё раз. Вечером зайду. Всего доброго. Здравствуйте, Светлана. Светлана, я хотел бы пригласить вас на ужин. Я понимаю, что мы не так близко знакомы, но почему бы нам не познакомиться поближе? А что дальше? А что дальше? В каком смысле? В прямом? В прямом. К вам поедем или ко мне наброситесь. Ну, перепихнёмся по-быстрому и разбежимся. Мне такие отношения неинтересны, у меня на них нет времени. Зачем бы так? А ты думаешь, я не знаю таких, как ты, Айболит? Да неужели? Такой весь из себя. Мачо, мэтросексуал. Кто? Ты думаешь, я не понимаю, откуда у тебя такой дорогой костюм? Такие часы. Твой танк зелёный, где ты взял на это деньги? Ты берёшь деньги из бедных пациентов. Ты взяточник. То есть я вот такой поверхностный взяточник, вам не подхожу? Не подходишь. За мачо, отдельное спасибо. Танк. 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 Ходи. Танк. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, Тёма, это тебе. С электроприводом, облегчённая, улучшенная модель. Классно. Продал два колеса, которые возили души, чтобы купить четыре колеса, которые будут возить моё тело. Там, этот, после продажи мотоцикла ещё хватило денег на спецкровать. На обычную ты не заберёшься, да ей больно будет первое время. Тебе её домой привезут. Тебе мат. Давай, расставляй звену. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Тина, здрасьте, это Артём Зарубин. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Ну, ничего. Сносно. Вы как? Нормально. Знаете, я хотел попрощения попросить, чтобы был с вами груб. Просто зол был. И спасибо вам огромное за лекарство. Я вам деньги обязательно верну. У меня чемодан с вашими вещами. Извините, откуда? Жанна отдала. А, хорошо. Спасибо. Ну, до свидания. Ну что, Тём, выздоравливай. Тебя отвезут домой. Спасибо, док. Вадим Александрович. Ну что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кина? А вы знаете, где моя мама? Вера Федоровна все очень любили. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, здравствуй, второй этаж. Дальше паском. Ну что же вы стоите? Ну, вообще-то я должен был только довести. Ну, не нам же его нести. Цепляемся. Так, вы уверены? Блин. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, а давайте я вам тут все быстренько сейчас уберу. Зачем? Чтобы легче дышалось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, или, может быть, вы есть хотите? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет. Я могу что-нибудь приготовить. Вам нужно поесть. Слушайте, я хочу побыть один. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Просто скоро должны медицинскую кровать привезти. Я хочу побыть один. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я понимаю. Если что, звоните, ладно? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет средств на счету. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да? Тогда знайте, что... Давайте я вот это только возьму, и все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что, на кефир перешла, да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Худеешь? Понимаю. Леня! Это мой обед и ужин. Памперсы кончились. Завтра купишь? Опять я. Ну, детюшень объяснишь. Вот сам и купи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я бы с радостью, средств у меня нету. Ты же говорил, там, встреча в банке, кредит собирался взять. Мне не дали. У меня с бизнесом ничего не получится, у меня инвестиций нет. Инвестиций. Ну, работа, видишь, еще придется наниматься. Я уже это слышала. Есть нечего. Тина, да не усугубляй, да ну, что ты как... Вот. Картоха. Ну и сколько. Варить ее можно, жарить можно, запекать в духовочке. Можно пюре поднять, драйники, вареники. Мармалина, кстати, пришла вам. Слоем. Мармалина, вареники, вареники, вареники. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Артем, добрый вечер. Ну что, как дела? Обустроились? Все нормально. Я что звоню? У меня вот тут целая сковорода жареной картошки. Хорошая очень, наверное, вкусная. Могу привезти. Ну как, соблазнились? Я терпеть не могу жареную картошку. Вот как. Ну извините, красной икры не держим. Хотя у меня даже на Кабачковую денег нет. Ах! 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 Синочка, привет! Что-то случилось? Нет, нет, ничего не случилось. Просто... У меня в репетиторстве окно появилось, и я могу с Максимом позаниматься. У Максима уже есть репетитор. Увы. Ясно. Ну, извини. Я... Субтитры сделал DimaTorzok О, привет. Привет. Тебе деньги нужны? На. Прости, я еще зашплю, наверное, не понимаю. Я купила вот этого лохматого друга Максу на день рождения. Теперь каждый день у нас скандал. И хочет гулять? А я-то знаю, если нормально не выспаться, то нет, человек. Было бы здорово, если бы ты могла с ним погулять. Я хорошо буду платить. Ну, как за твой урок. Побери. Давай. Спасибо. Пойдем, пойдем, Малыш, гулять. Пойдем. Так, хорошо. Стой, 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 стой. Ой, ой, ой. Спочная злая собака. Входим. Ой, извините. Стоит. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, привет, милая. Алло, привет, чувак. Ты это, моей жене больше не звони. Я из одной миски не хлебаю. Я дважды не повторяю. А не то ноги переломаю, где ходить не будешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Присоединяйся. Кто такой Артем? Что, откуда ты его? Восьмой раз звонит. Ты же сказала, у тебя никого нет. Это мой бывший. Я давно хотела его заблокировать, чтобы не доставал. Но я не знаю, как это сделать. Правда, Стас. Смотри, Жанка. Есть что, узнаю. А-а-а! Спасибо за помощь. Спасибо вам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Арчу! Это я. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Свет. Привет. Да я к Артему приехала. Продукты привезла. Он почему-то двери не открывает. Что-то я растерялась. Может, случилось, что... Ну, приезжаю. Чем ты можешь помочь? Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, да, да, Вадим Александрович, это я. Да, я у Артема. Просто дело в том, что он дверь не открывает. Я ей звоню и стучу уже. Может, случилось что-то? Я... Артем! Артем, с вами все в порядке? Артем! Господи, живой. Артем, вы же не собирались? Я просто хотел выполнять подписание врачей, но это оказалось непросто. Понятно. Так, ладно. Давайте я вам помогу. Это вам. На настроение. Как прошел ваш день? Прекрасно. Видел лист, вот мне пролетел. Это, собственно, все мои дела на сегодня. А у меня, представляете, в школе веду сегодня урок. Уже минут пятнадцать, наверное, прошло. И тут стук. Заходит ученик. Я ему говорю, Кирилл, послушайте, ну так не пойдет. Вы в последнее время слишком часто опаздываете. А он говорит, Инна Древна, ну ладно, не ругайтесь. Вы же сами говорили, учиться никогда не поздно. Ну как тут не рассмеяться. Так, что вам приготовить, говорите? Никакой жареной картошки, я помню. Может, луковый суп? Я из французской кухни очень много рецептов знаю. Ну, говорите, что вам хочется. Я хочу побудь один. И чтобы вы мне рассказывали эти всякие уж глупые истории и не лезли в мою жизнь. Вот. Карточка. Здесь гонорар за мою прошлую работу. Снимите столько, сколько вы потратили. И, пожалуйста, не надо мне дарить эти глупые ягодки. Вам заняться больше нечем. Мне очень даже есть чем заняться. Нагрузка в полторы ставки, репетиторство. По утрам я еще соседского пса выгуливаю. А дома у меня вообще настоящий сумасшедший дом. Бывший муж с новой женой и ребенком. А тут еще вы. Хотите упиваться жалостью к себе? Не буду вам мешать. Только знаете что? Вы остались живы, вот и надо жить. Радоваться солнечному дню, вкусной еде, хорошей книге. Любить, дружить. Но это вам решать. Меня вы больше не увидите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Как вам? Нормально? Вполне. Тянули, что? Что? А, я только из бассейна. Ну и как сегодня набор мышечной массы в элитном спортклубе? А вы не думали над тем, чтобы одеваться менее экстравагантно? Или это такой и способ привлечь мужчин? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Если это она, ее не пускай. Я не хочу увидеть. Передай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это пицца. Я заказал. Вот. Ешь. Да и ты тут даже не хочу я есть. Ну что же. С таким отношением ты скоро совсем передвигаться не будешь. Наступит атрофея мышц, как следствие отрицательный азотистый баланс. Есть надо больше. Протеинов и овощей. Вот это, кстати, тоже тебе. Руки и корпус развивать. На них сейчас особая нагрузка. Будешь заниматься, будешь уставать, будешь хорошо спать. Аппетит появится. А я, кстати, трапецию заказал. На твоей кровати установим. Док, а зачем? Бросаре, чего все это? Ну я же не нужен никому. Жанна меня не ждет. Горы, путешествия. Это вообще все в прошлое. Я даже напиться не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вот и Светлана. Так, и что же мы о себе пишем? Дата рождения, 1901 год. Смешно. Телефон скрыт. Шифруемся. Есть имейл. А с друзьями что? 586. Неплохо. Так-то... Собираю вещи для детского дома. Буду благодарна за репост. Субтитры сделал DimaTorzok. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто там? Это что за шутки, я не понял? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Тин. Чего ты молчишь? Ведь ты оставила продукты и сбежала? Как школьница. Ну зачем ты это делаешь, а? Тина! А я о тебе думал. Ты искренне хотел помучить инвалиду, он тебя в ответ нахамил. Но поверь, это не для того, что я злой, это... От скверного характера. Спасибо тебе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Тут вы, правда, не приняла бы. Помощь за взятки. Пытайтесь очистить совесть. Понимаю. Послушайте, Светлана. Я шесть дней в неделю работаю в государственной больнице, в частной клинике. Специально я, конечно, не подсчитывал, но часов шестьдесят в неделю набегает. Здесь не все, остальное в багажнике. Ладно. Ладно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, на моей быстрей будет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты можешь заткнуться уже, а? Можешь твой рот закрепить хоть на секундочку? Ай, отпусти меня! Отпусти, можно! Заткнуться, ты можешь рот твой закрепить? Рука, глаза! Можешь заткнуться, я тебя спрашиваю? Что устроили тут? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы совсем обалдели? Мне только драк тут не хватает. Лёня, хватит, всё, выписывайся уже и съезжайте отсюда. Сейчас, жить мы где будем? А это не мои проблемы. Где хотите, там и живите. Он может в деревню поехать, к маме, к её. От меня только подальше держитесь. Ты меня никуда не выкинешь отсюда, понимаете, Ноль? А я... я придумала. А давайте размениваться, а? Ну, давайте! Наглость второе счастье! Лёня, это квартира моей мамы. Ты сам не выпишешься, я в суд подам, ясно? Мне не хочется, но ты мне выбора не оставляешь. Лёня, Лёня, ты посмотри, а? Она судом угрожает! Ребёнка лучше успокой, мамаша. Кто себе просил рот открывать? Ты, курица тупая, можешь заткнуться, я тебя прошу, заткнуться можешь, а? Просто заткнись! Дети, на ужин! Быстренько давайте, давайте, давайте. Спасибо! Спасибо тебе, Светонька, ты нам так помогаешь! Ой, Анна Григорьевна, ну чего тут я, это люди добрые. А мне надо не забыть вам витамины привезти мультикомплексные. Умница моя, ты всегда и в детстве ещё была такой, не меняйся. Ну как дела в школе? Всё нормально. А в личной жизни? Здесь тоже всё стабильно, полный штиль. Ну это же не главное, главное вы не болейте, а я в воскресенье приеду и привезу вам фрукты и с детьми позанимаюсь. Спасибо, моя Улечка, всё, ну пока, пока-пока-пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это вы меня ждёте? Да. Два часа? Точнее, два часа сорок минут. Уехать будете? Разве что до метро, дальше я сама доберусь. У вас же, наверное, куча дел поважнее, например, бассейн, лаунж, я не знаю, что-то там ещё. Бассейн у меня по вторникам. Спортзал, среда, суббота. Очень полезная для меня информация. Вы хоть знаете, как выглядит метро? Да откуда же знать? Оно ведь подорожало. Адрес домашний, говорите. Ну вот, провели. Спасибо, ничего не случилось. До свидания. А что, вы вот так просто уйдёте? А что? По поводу вашего антиквариата. У меня есть хороший автослесарь, могу посмотреть, ваш босс. Ну почему сразу антиквариат? Я недавно на нём колёса поменяла, амортизатор, так что бегает, прилично. Бегал. Ключ даёте? Ой, вы весь такой положительный, такой хороший. От вас хоть воду заряжай. Так не бывает. Это ничего не означает. Я понял. Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А, ну, надеюсь, Жанночка, ты потратил их на что-то стоящее. Хочешь, я поговорю с ней? Да, смысл? Ты вообще занимаешься? Хоть немного. Ну, зачем, док? Послушай, мы же с тобой договорились. Я расписал тебе целый комплекс. С увеличением нагрузки. Ну, Тух, ну какой же смысл, а? Так, давай вместе. Всё, у нас получится. Да не получится ничего, ну. А я сказал, получится. Ой, девчонки, смотрите, опять тот же джи-джи. Слава вам. М-м-м. Это к вам. И мужчина какой шикарный. Будет свадьба? Конечно. И лимузин с голубями. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же вы гости и чай не наёте? Спасибо, не нужно чаю. Тина, можно вас? Я подожду в коридоре. Тиночка, так она же ваша подруга вроде некрасива как-то. А в африканских селениях за ненужные вопросы пигмеем наживо рот зашивали. Вадим, вы же знаете, я очень пыталась. Ну, что бы я ни делала, он злится. С какой стати мне навязываться? Ну, во-первых, у таких пациентов часто бывают перепады настроения. И потом, не стоит забывать о мужском самолюбии. Артём просто не хочет показаться слабым, а это естественно. А слушайте, мне кажется, он ждёт, что вы придёте. Вам кажется. Тогда он выгнал меня, а сейчас у меня нет ни времени, ни сил. Мне бы со своими делами справиться. Извините, правда, я ничем не могу помочь. Тина. До свидания. Здрасте. А вы к кому? Заречная 4, Зарубин Артём. Да. Значит, тебе, Соколик, пустись. А вы кто? Дарья Васильевна. Из социальной службы. Постирать, убрать, приготовить у инвалида. Работа у меня такая. Ну, показывай, что у тебя, где тут. Давай, давай, не тушуйся. Давай, показывай. О, понятно. Давай. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мой. Вам в третий кабинет. Спасибо. Леон? Братишка, ты, что ли? Леон! Калян, без бороды не узнать тебя. Слушай, а я смотрю, ты не ты. Ну что, как жизнь? Бьет ключом? В основном по башке. А ты чего здесь? Работу ищешь, что ли? Ну, думал найти что-то приличное. Ни хрена. Газеты даже все обыскал. Там либо английский в совершенстве, либо настройки какие-то компьютерные, либо грузчики. Ну, радуйся, что меня встретил. А нашу помнишь? У солдата мысль одна. Почему одна-то? А закусить? Вот так и вертимся. То Ленчик с Петей, то я после работы. Малыш ни в чем не виноват, но я с ног валюсь, веришь? Угу. Знаешь, Вадим даже не подошел поговорить. Он просто не подошел. Я, конечно, его понимаю. Не удалось затянуть барышню в постель. Так ему теперь не интересно. Не очень-то и хотелось. Я вижу, как тебе не очень-то и хотелось. Все разговоры об этом Вадиме. Ладно, хорошо. О чем предлагаешь поговорить? О твоем бывшем? Ой, Лёгок на помине, Ленечка. Девчонечки, привет. Привет, Лен. А я работу нашел. В банке? В консервной. Очень смешно. Братуху Армейского встретил, он меня инкассатором в банк берет. Это же праздник какой-то. Вот именно. Сейчас курс только окончу, такие бабки начну поднимать. И наконец-то с моей квартиры съедешь. А что за курсы? Тянуль, зришь корень. Курсы инкассаторские, платные. Опять? У меня денег нет. Может, кредит под недвижуху возьмем? Мою квартиру, что ли? Да смеешься. Это мой шанс жизнь наладить. Знаешь что? Налаживание твоей жизни меня не касается. Смотри за ребенком. Пойдем. 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 У вас. Пойдем. Пойдем. Я ничего о нем не знаю. Потому что это не твое дело. Ну, как знать. Как знать. Так что у тебя с Тиной-то, я не совсем понял. Мы уже на «ты», да? А ты кто такой? Ну, я близкий и тиней человек. Она сколько близкий? Муж. Бывший. Ну, это все неважно. Я требую вернуть долг. Тина человек деликатный, она сама за себя никогда не попросит. У нее есть мужчина, который может за нее постоять. Мысли сна. Сейчас просто денег нет, но постараюсь в ближайшие дни... Постараюсь отдать. Я это знаю, ваши эти ближайшие дни. Мне сейчас надо. Так. Что-то у тебя и продать-то нечего. Будет один хлам. Слышь, там на балконе велик. Его забираем дороже, стоит две тысячи долларов. Ты кого разводишь-то? Велик за две тысячи зелени. Карбоновый идиот. Карбоновый? Да. Карбоновый идиот. Карбоновый идиот. Ну, что, прошите? Напоследок, если ты еще что-то надеешься, ну, в плане Тины, ты инвалид – это зря. Любовь и жалость – разные вещи. Саша, Филос, выход там. Звучит музыка. Алло, док. Привет. Вези мне свою трапецию и все остальное. Я буду заниматься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА